В ДВД города подвели предварительные итоги расследования в отношении алматинского стрелка Руслана Куликбаева. Брифинг закончился буквально около часа назад. Сегодня судом была санкционирована мера пресечения. Куликбаев будет находиться под стражей во время расследования. Также полицейские раскрыли некоторые подробности криминального прошлого задержанного. Дважды он был привлечен к уголовной ответственности за грабеж, а также за незаконное хранение оружия. Причем в исправительных учреждениях на Куликбаева было наложено 4 взыскания за нарушение режима в колонии. Сейчас выясняются подробности его причастности к другим преступлениям. В настоящее время в ходе предварительного расследования установлена причастность гражданина Куликбаева еще к 4-м вооруженным нападениям, а также к 2-м грабежам. Данные показания по данным фактам он допрошен, им даны признательные показания. Все показания, а также следственные действия с подозреваемым Куликбаевым проводятся только в присутствии защитника, то есть соблюдают свое конституционное право на защиту. Причем преступления, согласно показаниям, он совершал в отношении женщин и тех, кто не мог дать ему отпор. Действовал Куликбаев, по его же словам, всегда в одиночку. Задержанный совершал пятикратный намаз, но свою приверженность к нетрадиционным течениям ислама отрицает. По словам полицейских, отец из семьи Куликбаева ушел, когда ему было 15 лет, и, возможно, этот факт отразился на его криминализации. Впрочем, сам задержанный, согласно показаниям, также не был примерным семьянином. Заставлял супругу носить хиджаб и поддерживал тесные отношения с предыдущей женой. Полицейские устанавливают, не проходил ли задержанный боевую подготовку. По двум только статьям, в 99-й части 2, а также по 255-й части 4 предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В настоящее время, как вы всем известно, у нас объявлен мораторий, то есть бессрочный мораторий, то есть пожизненное лишение свободы по этими двум статьям им грозит. Но это уже на рассмотрение судебных органов.